Всем привет! У нас победил вопрос, связанный с моим жестом, который обозначает уши. Расскажу краткую историю. Да, это было, когда я выступала в Comedy Woman, и на одной из съемок, когда, если вы помните, в конце каждую девочку представляли, и мы кланились. Вот, я вышла и сделала этот жест. Это было как-то интуитивно. Но в зале присутствовал мой муж, который это заметил и сказал, что давай, это будет твоим жестом. Это очень круто, символизирует уши. Вот, так и появился этот жест. Был вопрос, скучаю ли я по размеренной жизни на своей малой родине. Вообще, во-первых, скажу, что я всегда скучаю по Нальчику, по Капардино-Балкарии, по горам. Но когда я туда приезжаю, я всегда приезжаю везде заранее, потому что в Москве я выезжаю минимум за полтора часа. Вот, потому что, конечно, там все близко, там нет таких пробок, хотя в последнее время есть. Вот, когда я скучаю по такой размеренной жизни, я на самом деле могу ее воссоздать и здесь у себя, в Подмосковье. Вот, потому что я живу в поселке, и просто для этого мне достаточно не выезжать в Москву где-то неделю, и я уже больше не скучаю по размеренной жизни. Было несколько вопросов, связанных с моими любимыми блюдами. Спрашивают, правда ли, что мое любимое блюдо – это борщ. Ну, конечно же, я всем так говорю, что моя фамилия Борщева, но на самом деле это и правда. Но, честно сказать, у меня много разных любимых блюд, я люблю готовить. А рецепты эти вы можете найти даже здесь, в Инстаграме, по хэштегу «Борщева рецепт». Я могу угостить неожиданных гостей. С этим, конечно, сложно, потому что мы придерживаемся здорового питания, и дома у нас в холодильнике мало всяких колбас, закусок, консервов и так далее. Поэтому, ну, скорее всего, это будет отварная грудка с отварными овощами. Вы спрашиваете, что главное – семья или карьера? Конечно же, семья. У меня пока получается совмещать семью и карьеру. Ну и семью вообще нужно воспитывать, чтобы она уважала твою карьеру. Что главное в семье? Главное в семье? В семье главное, наверное, умение идти на компромисс. Во-вторых, конечно же, если у вас есть какое-то недовольство, какая-то обида, лучше побыстрее и прямо сказать об этом второму человеку, чтобы вы как-то вместе нашли выход из этой ситуации, потому что он-то может об этом вообще не знать. Что я подумала или что почувствовала, когда увидела своего будущего мужа? Я скажу, наверное, так. Он меня впечатлил и внешне, и то, что он мне сказал. Поэтому, может быть, так и выглядит любовь с первого взгляда. Что я чувствую, когда смотрю на своих спящих детей? Слава богу, они уснули. Немога так не пошутить. А так, если честно, это, конечно же, чувство, которое, наверное, испытывает любая мать, когда смотрит на своих спящих детей. Это умиление, мысли, как они быстро выросли и так далее. Самое яркое воспоминание из детства – это, наверное, мой первый день рождения, когда мне было… исполнилось три года, еще был жив мой дедушка. Вот. Я тогда очень сильно веселилась. Веселилась так, что меня наказали. Но дедушка меня спас. Вот. Если у меня какая-то высокая цель в жизни, смысл жизни, да, смешно, что Ума выглядывает. Ума, ты мой смысл жизни? Да. Ну вот, мы ответили на этот вопрос вместе. Как научиться смеяться над собой? Об этом я говорю на своих мастер-классах. Как это происходит вообще? Нужно как бы выйти из своего тела, посмотреть на себя со стороны и посмеяться над собой, как будто бы это другой человек. И много тренироваться. И делать ку-ку. Еще было несколько вопросов, связанных с тем, как мне удается оставаться на позитиве. На самом деле, даже у меня бывают периоды депрессии. Вот. И я стараюсь из них выходить тем, что стараюсь как-то делать то, что мне нравится. Вот. Смотреть какие-то веселые фильмы. Смотреть.